Несколько месяцев назад мне задали вопрос, каким спиннингом я рыбачу. Долгое время я ловил рыбу спиннингами, или говоря проще палками. От Дайва износил несколько палок. Хартланд, этот, этот вообще мой Франкенштейн. Верх от Регала, а низ китайский, которые подошли друг к другу. Хартланды отличные палки, быстрые, но ломаются. Были еще какие-то модели, не помню уже. В прошлом году перешел на китайские и не разочарован. Они бывают плохие и хорошие. Главное, правильно выбрать. В прошлом году взял спиннинг на ленка с тестом 1540. Китайский. В этом на таймене под джиг. Бильярдный ки с тестом 4080. Здесь я ловлю рыбу тем спиннингом, о котором уже рассказывал. Это китайский спиннинг с названием Хокинг. Тест 1540. Нет, нет, это не тот же самый ленок. Посмотрите на камни и сравните. Время, вы pottery. Ах, сошел. Наш подписчик спрашивал меня, уже давно вопросик задавал, что за палочка, которая так лихо тягает ленков. Зимой не хотел ее тревожить, чего зимой трогать летние снасти? Вот сегодня достал, называется кокинг. Тест у нее 15-45 грамм, строй быстрый, трехколенная, трехметровая, рукоять, пробка, очень недорогая палка. Я раньше все по фирменным западал, где-то даже доктор Лумес есть, подарил мне рыбак хороший с Сибири. И палочек Дайва Хартланд я целую кучу переломал. Вот это вот пока меня полностью устраивает. Как спиннинг, использую ее. Ну доволен. Джиг небольшой тоже можно забрасывать. Просекает пасть Линкона нормально. Хариусу тоже пасть не рвет. В общем нормально. Вообще, что я вам рассказываю? Поехали посмотрим, где такие палки продаются. Там продавец у меня знакомый. Вот я его с детства знаю, поэтому он расскажет более подробно. Он сам рыбак. Это у нас торговый центр, городок. Здесь где-то есть Андрей. А тут вот. Вот здесь я эту палочку и брал. Андрей, здорово! Привет! Ничего я с камерой? Да ничего, ничего. Я пришел, меня спрашивает давно подписчик. Я у тебя палочку брал. Кокинг. Кокинг. Что за палка? А я-то знаю только, что у тебя брал до тест. Это Хабаровский поставщик. Очень хорошие палки. У меня такая же палка есть 2,70 и 2,10. Я говорю, вы японцам не уступают они вообще. А по цене вообще приятные очень. Она что-то стоит не помню сколько. Недорого. Магазин у Андрея классный. Наш местный не все знают это. Городок на светлом, на втором этаже. Пожалуйста, опары, что угодно. Снасти классные. Я здесь покупаю сейчас. Раньше тут что-то еще ездил. Сейчас. Плюс на катушке там много. Ты что, катушки пришли, да? Да-да-да. Надо батю купить. По-моему, здесь в Зейском районе самое клевое место. Так и называется клевое место. Сюда еду, Андрей помогает и выбрать. Подешевле или подороже там, что надо. Для зимней рыбалки, для летней. Леский ассортимент. Не Москва, конечно. Для наших мест это очень-очень богатый выбор. Удочки готовые. Мормышки эти, вольфран. Вольфран. Что угодно. Тут даже ходить снимать все сразу так не обойдешь, не снимешь. Вот что я увидел. У газа баллончиков. Вот таких баллончиков. Надо больших купить парочку. А потом самому можно заправлять. А там у него одежда. Что за палка? А, ты мне выбрал? Это твоя, да. О, здорово. Я себе тоже решил палочку на весну взять. У нас весной на джиг мы рыбачим на таймене. И палочка немного жесткая. А то у меня все поизносились. Нет, вот который у тебя купил осталось. Еще пара и все. Ну хороший магазин. Выбрать можно что угодно. Андрея, нет ковриков складывающихся? А вот, звоните. Да? Во! Ой, коврики есть. Коврик мне, однако, тоже надо. Вот у Андрея палочку купил. Снайпер SH-8. 3 км. Давайте посмотрим. Жесткая-жесткая палка. У меня это для джига. Она реально палка. Вот тест у нее 40-80. И длина 3,30. Три колена. Три колена, кстати, удобно. Я так привык сначала к двум коленам. Потом попробовал. Ну и транспортировка. Или по метру кусочки, да? Или по полтора. Разница есть. Карбон. Тоже Китай. Китайцы молодцы они сейчас. Не дадут нам с вами поговорить. Сейчас отвечу. Вот такая вот палочка. Муха не сидела еще. Снайпер. Завтра хочу попробовать, как будет работать. Три-тридцать, три с половиной. Вот эти палки работают. Четыре метра, наверное, вообще здорово будет далеко бросать. Чем дальше бросишь, тем больше шанс, что таймешка уцепится. Вот я ее собирать не буду сейчас. Так, форнирчики хорошие. Ну, китайцы молодцы. Сейчас говорю на уровне фирм именитых. Они сейчас уже начинают делать. Палки надежные, крепкие. Уже проверены. Я не вижу смысла там за брендом гнаться за каким-то там раскрученным, где за бренд только платишь. А тут, ну, что у них цена? Вот эта вот палка две с половиной тысячи. Ну, сломалась, пошел другую купил. Ну, можно за тридцать тысяч купить. Ну, и что? Ну, примерно такого же вот ранга. Зато можно с этой палкой быть модным, менять ее каждый сезон, а не один раз и на всю жизнь. Колечки все сделано. Так вот, по-человечески. Палка такая, ух, палка-палка. Ах, далеко будет швырять. Ну, ладно, посмотрим. Колечки посмотрим. Ну, Андрюхе, конечно, спасибо, что хорошие палки нам возит. И вот ответ на второй вопрос. Что за катушка? Катушка, кстати, классная. Тоже у Андрея я брал ее. Так вот она называется. Как она читается по-английски, я не скажу. Я читаю латынь, по-латински читаю. Ну, я думаю, видно нормально. Катушка две с половиной. С 7 плюс 1 подшипничков. Тоже Китай. Катушка классная. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, не подводила меня ни разу. Вот, нахуй она отработала отлично. Вот, таймени она половила. Чуть-чуть. Много таймени разу поймаешь. Две шпульки с ней. Это у меня на джиг шпулька. А здесь с лесочкой на блесну. Лесочку все-таки видно хуже в воде, чем плетенку. Завтра побросаю. Пора уже привыкать к снасти. Возможность есть такая уникальная вполне. Побросать. Побросаю. Вот, до свитки, до свитки. Вон, рыбачок ходит. Поброси и поехали. вот где гряду пройти а лишь камней где пролезть вообще непонятно покидать тут можно чуть-чуть там за камнями спрятаться в тени вот тут можно пролезть мне кажется порою что солдаты мой опыт водного туризма подсказывает что вот тут вот можно пролезть но мелко будет только на выходе на входе а Стоим на месте и ползем потихоньку. Вон, вон камни торчат. Видите какие? Вон он, газу добавлять не вылезем. Я на месте стою. А вон еще по-любому лежит. Сейчас еще добавим. А что заглохли-то? Непонятно. Ей-богу, непонятно. А что заглохли-то? Непонятно. Удивительно рядом. Нам оно запрещено. Вот мы что заглохли. Мы, короче, нафигачили на винт целую кучу всякой фигни. Ладно, пока в хорошем месте. Давайте забросим пару раз, пока нас не утащило куда-нибудь дальше. Придется нам справа обходить. Два разочка бросим, чтобы совесть успокоить. Очищаю уже. Очередную порцию морской капусты. Все, пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok